Самые первые упоминания о борьбе на руках найдены при раскопках египетской усыпальницы, датируемой 2000-м годом до нашей эры. На ее стене изображены люди, сцепившиеся правыми руками и пытающиеся прижать кисть соперника к столу. Сегодня это называется армрестлинг, и на минувшем чемпионате России по армрестлингу в Орле наш земляк Марат Мамхегов завоевал три медали и занял первое место в весовой категории 90 килограмм. Каждый спортсмен, который туда едет, не едет туда просто так. Каждый готовится, подходит к этому в своем пике. И хочу сказать, добавить, что каждого спортсмена, который выходит за этот стол, я отношусь с большим уважением. Трудно представить, что когда-то Марат был очень худым юношей и в армрестлинг пришел в первую очередь за здоровьем. А сегодня он уже неоднократный чемпион России. Дисциплина, упорство и самокритика, позволяющая не останавливаться в развитии, помогли спортсмену в очередной раз перебороть себя и побороть своих соперников. Сказать, чтобы я был уверен в своей победе, не было такой уверенности. Но хочу сказать, что моя команда, которая ездила со мной, также президент федерации Узенов Умар Мусаевич, который ездил с нами и подсказывал нам, что как делать, как с каким спортсменом держать, подстраиваться. Он нам подсказывал и не давал шансов никаких, чтобы проиграть и даже не давал нам мысли, чтобы мы проиграли. Копилка спортивных достижений республики после чемпионата России по армрестлингу в целом пополнилась на 6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых медалей, не считая почетного третьего места в общем зачете из полусотни команд со всех уголков России. И это при том, что Карачаево-Черкесию там представляло лишь 13 спортсменов, среди которых, к слову, дебютировал представитель молодого поколения армрестлеров КЧР Ислам Айсандыров. Была очень сложная категория, на самом деле было много чемпионов мира многократных и лучших спортсменов России. Для первого чемпионата России, считаю, достойно отборолся. Дальше буду стараться прогрессировать. В армрестлинге у каждого спортсмена свои излюбленные приемы борьбы за столом. Можно притянуть руку противника к себе в крюк, а потом додавить, работая плечом. Или же вывернуть кисть соперника сверху вниз, у него ослабнет захват и станет труднее сопротивляться. А еще в армрестлинге есть и тактика, и стратегия, и ветеватые правила. Это очень тяжело, ну как в любом виде спорта, завоевать такие высокие награды. Это требует очень много времени, сил и отдачи. Это просто не передать словами людей, тоннами. Вот это железо перетягивается с одного места на другое место, перекладывает. Это на самом деле очень большая работа. Напомним, что спортсмены, занявшие на чемпионате первые и вторые места, попадают в основной состав национальной сборной России и получат право представлять нашу страну на чемпионатах Европы и мира, которые в этом году пройдут в Молдове и Казахстане. Хаджубей Рамуков, Саид Исмаилов, Архиз, 24.